Наваристый и ароматный борщ, что может быть лучше такого блюда на обед. Только борщ с нутом, такой постный вариант первого блюда понравится вам и вашим родным, особенно с сухариками и сметаной. Так как борщ с нутом, постное блюдо, то и заправлять его лучше всего постной сметаной или сметаной из семечек, яблочным майонезом и так далее. Очень вкусно подавать борщ с чесночными помпушками и другой несладкой выпечкой с чесночным ароматом. Картофель одной-двух штук. Нот – 100 грамм. Капуста белокочанная – 150 грамм. Свекла – 1 штука, крупная. Морковь – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Масло растительное – 2 столовые ложки. Вода – 1,5 литра. Соль – 0,25 чайных ложки. Сахар – 1 чайная ложка. Уксус 6 процентов – 0,5 чайных ложки. Укроп – 0,25 пучка. Количество порций – 3-4. Подготовьте указанные ингредиенты. Корнеплоды очистите от кожуры, с капусты снимите верхние листья. Нут замочите в горячей воде заранее, примерно за 5-6 часов до начала приготовления борща, а еще лучше – на ночь. Затем слейте воду и высыпьте замоченный нут в кастрюлю или казан. Влейте кипятком и отварите до готовности примерно 1,5 часа. В отдельную кастрюлю нарежьте кубиками промытые картофели, влейте 2 литра горячей воды. Поместите емкость на плиту и отварите 10 минут. Очищенный репчатый лук нарежьте мелкими кубиками и отпассеруйте в горячем растительном масле на сковороде примерно 2-3 минуты. Очищенные свеклу и морковь натрите на терке с большими отверстиями, добавьте в сковороду и обжарьте примерно 3-5 минут до мягкости. Выложите зажарку в кастрюлю с отварным картофелем, отварите блюдо еще 5 минут. Нашинкуйте белокочаную капусту и измельчите свежую зелень. Добавьте в емкость вместе с сахаром, солью и уксусом. Уксус желательно добавлять, чтобы капуста не вытянула на себя бордовый цвет. Добавьте отварной нут и томите борщ еще 5 минут. Затем нагрев выключите, разлейте постный борщ с нутом в тарелки и подайте к столу горячим.